Алло, слушаю вас, Артем Андреевич, здравствуйте, с праздником вас внимательно слушаю. И вас с наступающим праздником. Да, 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 с наступающим. У меня зовут Артем Маратович Тякешев, Общество с ограниченной ответственностью Кредит Экспресс Финанс, город Москва. Ага. Позвольте вас об аудиозаписи нашей с вами беседы. Артем Андреевич, звонок поступил по поводу задолженности вашей финансовой. Перед микрофинансовой корпорацией, честное слово, по вашему договору номер 855-598, ранее вы оформляли займ. Очень хорошо, что вы позвонили, очень хорошо. Я просто уже пытаюсь с ними созвониться, связаться. А вы можете, да, ну я так понимаю, раз вы сами позвонили, значит вы готовы обсудить со мной, да, способы выхода вот с этой непонятной для меня ситуации. Так. Я слушаю внимательно. Вы готовы, да? Пока нет. Да. Я просто не могу добиться все-таки от своих этих кредиторов, там какие-то, извините за выражение, курицы сидят, ничего не говорят мне. Мне хоть понять, что там, у меня, дело в том, что, ну, как любой простой гражданин, да, в нашем государстве, ну, пользуюсь услугами вот этими вот микрозаймов, естественно, набрал гору, гору набрал уже, гору, не знаю, как выиграть. Уже запутался, уже эти бумажки у меня тут лежат, целая кипа на столе. Там что у меня, сколько я взял, сколько отдал, можете мне просто хотя бы примерно там накидать картину, да, чтобы я поднимал. Вы не помните? Ну, я так понял, у вас много займов. Ну, хорошо, во-первых, сначала уточните дату рождения вашего для подтверждения личных. Ой, нет. Мне, я, кстати говоря, разговаривал, да, с кем, с очень грамотными людьми, говорят, не надо, сейчас очень много мошенников, проходимцев по телефону. Потому что меня уже даже несколько раз звонили, говорят, давайте там то, сё, вы там выиграли приз, номер карты, сообщите мне. Я взял дурак такой и сообщил, у меня там было 480 тысяч рублей, мне, как не бывало. Я больше теперь не говорю никакой информации, 480 тысяч было, вот этих вот, которые я набрал там в банках, кредитах, микрофинансовых организациях. Всё складывал аккуратненько на карточку, хотел, дурной такой, хотел слетать с друзьями в гости, там, в горе. Вот, и ни копейки не осталось. Я понимаю, я понимаю, что вы хотите поговорить, хотите что сказать, просто у вас очень до боли знакомый голос, очень до боли знакомый. Скажите, вы меня сейчас на YouTube записываете? Я просто очень много смотрел. На YouTube невозможно просто так записывать. Это для начала нужно как минимум файл создать, потом этот файл подредактировать, убрать фамилию, имя, отчество того, кому вы звоните. Делать погромче фамилию, имя, отчество того, кто разговаривает, чтобы этому человеку, когда он окажется на YouTube, было не по себе, а потом уже выложить на растерзание. Какой, да, 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 это, это Гирпец Адольфович с вами беседует, представитель всех обиженных вами кредит-экспресс-финансов, понимаете, да, и вы тоже, да, да, он самый, вы попали на звезду, вы со звездой разговариваете. Со звездой? Со звездой, да, со звездой. Со звездой, с которым мне довелось поговорить, и чье мнение, по крайней мере, я считаю правильно, это был Евгений Владимирович Кузнецов? Не, 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 Дмитрий Евгеньевич, Дмитрий Евгеньевич, это, это да, это мой коллега, мой коллега, хозяин этого канала, я ему помогаю, будь любезный, Гирпец Адольфович. Ты его канал? Ага, вот это его канал. Да, да, я, я его штатный, штатный герой, я артист, но я работаю безвозмездно, то бишь даром. Видели мультик про Винни-Пуха, когда совушку спрашивают? У меня больше уже, в принципе, ничего не нужно говорить, я понял вас, а как еще раз вы представите? Гирпец Адольфович, канал Дмитрия Кузнецова. Я не буду плохими названиями назвать этот ролик, я как-нибудь лояльно назову, но извините, у меня есть... Да, Андреевич, мы не можем дозвониться, да? До кого? До Артема Андреевича. Не, не, не получится, он грамотный человек, он воспользовался помощью юристов компании Аль-Лям, и его защищают. И адресация срабатывает, представляете, какой конфуз для вас. Спасибо вам, спасибо, что вы нормальный, вменяемый человек, этот ролик займет достойное место на моем канале. Принесет Дмитрию Евгеньевичу дополнительных клиентов. Да, представляете, польза хоть какая-то от коллекторов есть. Конечно, польза, а вот вы сомневались? Да, есть польза, не сомневайтесь, небольшая польза, но есть. Что мы делаем? Я вот просто хочу сказать, что мы делаем. Что вы делаете? Да вы ничего не делаете, как таковые вы ничего не делаете. У вас, вы беспомощны. Мы доводим людей до банков. До истерики вы их доводите, и до суицидов. Вот до чего вы их доводите, молодой человек. Не грамотных людей. А грамотных людей вы доводите до умных мыслей, которые в итоге потом, в том числе с канала YouTube, посмотрев, делают грамотные выводы, решения принимают, и, наконец-то, перестают вас бояться. Вот в чем вопрос. Я долго ждал такого звоночка. Спасибо вам еще раз. Из этого разговора вы что-то получили? Ой, я удовольствие неописуемо. Я больше сегодня... Вы знаете, вы еще... Знаете, какая польза? Вы спасли коллекторов. Все, кто... Я больше все. Я буду дальше... Будет колл-центр Дмитрия Евгеньевича работать, а Герпес Адольфович больше трубку брать не будет. На сегодня многим коллекторам вы сделали доброе дело, и они больше не попадут на Герпеса Адольфовича, потому что Герпес Адольфович теперь ложится спать, вот, и все. И с чувством выполненного долга. Дмитрий Евгеньевич ему скажет огромное спасибо. Пользователи канала YouTube тоже скажут классно все. Вот. И больше не будет поднимать трубку и глюмиться над этими коллекторами. Пользу для своих коллег вы принесли. Они будут просто сталкиваться с нашим колл-центром теперь. Ну, колл-центр сухо работает. Здравствуйте, вы дозвонились в такую-то компанию. Мы представляем интересы этого человека. У вас есть вопросы? Они будут говорить. Дайте нам трубку. Да. В колл-центр, да, без проблем. Как, в принципе, я скажу, да, вроде того организации. Я, понимаете, как мне говорил Дмитрий Евгеньевич, это неэтично. Это давать сравнения коллегам, конкурентам. То есть у каждого организатора свои методы помощи людям. И в частности, как вы там успели заметить, какую-то новую, другую компанию. Я не знаю. Компания Дмитрия Евгеньевича достаточно известная. Я вам понял. Давайте закончим разговор с наступающими праздниками. Ой, вам спасибо. Передавайте привет своим коллегам и возьмитесь за ум. Найдите нормальную работу, друзья мои. Удачи вам. Хороший совет. Я приспешиваюсь к нему. Отлично. Очень хорошо. У вас еще есть надежда. Да, друзья мои. Я решил Дмитрий Евгеньевич не оставить комментарий, потому что наконец-то мы дождались того, что меня стали узнавать. Мои опоменты. Наши дрожащие коллекторы. Судя со мной, что я тоже слышал этот голос, но под другими именами вымешиваю. Ну ладно, это его дело. Мне прорядовало в конце, что он сказал, я задумаюсь. И мне захотелось закричать, о, бинго, нельзя я работать, нельзя я ем свой хлебушек, нельзя я часами пропадаю в лаборатории и представляю интересы моих руководителей, которые спускаются в секретную комнату. Те, кто постоянно слушает наш канал, понимают о чем я говорю. А те, кто перевыслуживает этот ролик, пожалуйста, найдите в поисковике слово лаборант, вам выйдет целый плейлист с лаборантом, ой, повеселитесь заодно. Я не знаю, что смешного, почему всем многим нашим слушателям так нравится мое творчество. Не знаю почему, но нравится и нравится. Я не буду от вас требовать комментариев, хотя если вы что-нибудь хорошее напишите, мне всегда очень-очень приятно. Очень-очень приятно. Ну, а я в свою очередь рекомендую вам тоже жить весело, спокойно, расслабленно. Если вы не знаете, как это сделать на фоне своих финансовых проблем, пожалуйста, пройдите в описание видео, там есть все необходимые ресурсы, есть ссылочка на сайт Дмитрия Евгеньевича, где он, собственно, пересторонно рассказывает, как устроена работа его специалистов, что они готовы сделать для своих клиентов. Сколько это стоит? Пожалуйста, посмотрите, как рассчитывается стоимость услуг Дмитрия Евгеньевича и компания LAM. И в конце концов, сколько это времени займет и что вы в итоге получите. Все по полочкам и отложено. И более того, у нас на носу, извините за выражение, на носу, сейчас посмотрю, вы знаете, если честно, ученые утверждают, что нос всегда находится в поле зрения глаз. Но мозг так устроен, что игнорирует, игнорирует вот это изображение носа и вообще присутствие носа, и мы видим впереди происходящие события. Так вот, приходите на вебинар на наш, на наш прекрасный вебинар. Дмитрий Евгеньевич, в конце концов, научит вас смотреть в период, спокойно не обращать внимания на то, что не заслуживает внимания вашего драгоценного. Научит вас жить спокойно, комфортно, финансовой свободе. Ну и ссылочка на группу ВКонтакте, там тоже все ролики дублируются, этот в том числе будет продублирован. Ну и еще желаю вам счастья, удачи, финансового благополучия, как говорит Дмитрий Евгеньевич. Всего вам хорошего, вам и вашим близким. До свидания. С вами был Кирпес Адольфович. Ура всем!